Тем, кто еще не поставил прививки от коронавируса, медики советуют это сделать. А тем, кто переборел этой инфекцией, необходимо пройти углубленную диспансеризацию, ведь коронавирусная инфекция опасна своими последствиями. С 1 июля на территории России стартовала углубленная диспансеризация, направленная на своевременное появление осложнений или предупреждение их прогрессирования. Основные моменты первого этапа – это анкетирование, проверка сатурации, исследование крови. Общий клинический анализ помогает понять причину таких симптомов, как, например, высокая утомляемость. Биохимический анализ крови включает в себя исследование семи показателей и также позволяет сделать вывод о причинах развития высокой утомляемости, нарушения функционирования сердечно-сосудистой системы. Для оценки деятельности дыхательной системы проводится спирометрия. Спирограмма проводится с целью обследования функций внешнего дыхания для выявления патологии бронхолегочной системы. После коронавирусной инфекции, то есть сама коронавирусная инфекция, она повреждает легкие, и после нее остаются последствия, и поэтому вот проводят обследование функций легких. Добиваемся, так сказать, правильности выполнения маневра. Пока человек правильно не выполнит, мы его не отпустим. На разовые трубочки обязательно. То есть для каждого пациента индивидуально вот штук одевается. По результатам исследований первого этапа углубленной диспансеризации проводится прием врачом-терапевтом, который может направить пациента при необходимости на дальнейшее исследование в рамках второго этапа. Не пренебрегайте диспансеризации, чтобы последствия коронавируса вас не преследовали еще долгие годы.